Всем привет! Всем привет! Смотрите, ребята, сейчас вы увидите очень интересное видео. Мы сегодня пойдем в гости к нашей заводчице. Ее зовут Даша. То есть у того человека, у которого мы покупали своих удавчиков. И по снимам ее студии видео. У нее есть студия. Они занимаются профессионально татуировками, также фотографией со змеями и в принципе фотографией. Вот так. На самом деле мы уже в студии были. Видео это уже записано. В изначальном варианте, скажем так, записана была другая превьюшка немножко, потому что собирались мы пойти не просто так, а, как обещали вам, поснимать хотели родители наших змей. Но, увы, не срослось, не получилось. Но практически в тот день, когда мы к ней попали, змейки... Змейки... Что они сделали? Отправились на спаривание. У змейки врачные игры наступили, да, скажем так. Их недавно вывели из зимовки и сразу же начали ссаживать. Вот. Сейчас увидите, кстати, фотографии. Записали одно превью, хотели показать одно видео наших родителей, но получилось немножко по-другому. И поэтому мы еще раз сходим дальше в салон, чуть-чуть попозже. Как у них все это закончится, пройдет. И покажем уже, постараемся показать и папу, и маму. Кстати, забыл сказать на фотографии, папа светлый, со светлым хвостиком, таким желтоватым, а мама более темным. Более темным. Вот так. Так что пойдем еще раз, второй раз. Я надеюсь, что это случится до нового года, этого нового года. И запишем, запишем видео. Плюс не было еще одной змейки очень интересной. Тигрового питона, по-моему, да? Да. Зовут цыплена, она альбинос. Правильно? Да. Все на этом. Да, знакомимся с змейками, смотрим видео. Смотрим. Ну вот уже подъезды. Реклама, это на четвертом этаже. Потом торговый комплекс. Где? Здесь. Ну что ж, дошли мы до места. Да, вот. Вот так это все выглядит, да. И сейчас познакомим вас, скажем так, с нашей заводчицей, у которой мы покупали своих змей, лилуху и клепку. Покупали мы их в разное время. Мы еще тогда с Саней не были знакомы, но это уже отдельная история. Расскажем о ней как-нибудь поподробнее. Как-нибудь, да. Да, попозже. В другой серии. Вот так. И сейчас... Сейчас познакомим вас с ее змеями, со змейками, которые обитают в этой студии и доступны для фотосессии сейчас. Так, это Даша. Знакомьтесь. Да, это Даша с Тосей. Тосей это наша новая змейка. Час. Такая красотка. Уже взрослая? Тосе пять лет, да. Это уже мутант. Она уже больше двух метров. Она весит шесть килограмм. Но это она даже схуднувшая, потому что вообще весила десять. Ее зимовали перед свариванием. Но когда зиму, соответственно, не едят змейки. Поэтому Тосе скоро будет еще больше раскормленная, чем сейчас. Так, Даша, расскажи, куда мы вообще пришли? Что это за место? Это заведение. Это многоугодное заведение. Это студия Фобия. Тату-студия. Здесь у нас есть такая фишечка, когда клиент приходит на тату, он может наблюдать за змеями в террариумах. То есть, ну, все интересное, мне кажется, чем в теле полипать. Конечно. Или просто в стену. Даже людям, которые, может быть, там не очень увлекаются змеями, которых, собственно, большинство, просто им интересно посмотреть, что вот такое экзотическое животное там находится в террариуме. И какие-то выводы сделать, может быть, в лучшую сторону присмотреть. Потому что зачастую более стереотипное отношение к змеям. На самом деле нет. Каждая личность, у каждого свой характер и все контактные. Вот с Тосе мы еще мало знакомы просто. Остальных я уже прям знаю по характеру полностью. Сколько она у тебя живет уже? Да, живет. Дозабрали-то недавно, буквально пару недель назад. Забирали ее вообще из Донбасса, пересылали через поезд. Первый раз не пропустили на границе, потому что, ну, как-то вообще официально все пересылало. Сделалось четыре вида документов. Но вот на русской границе возникли проблемы. Тогда ждали ответы из Минприроды Российской Федерации, чтобы пришло подтверждение, что ее имеют право пересылать. И тогда тоже со второй попытки мы ее вот ездили забирать в другой город с поезда. И, наконец-то, мы воссоединились. А сколько у тебя всего получается змей? Сейчас получается, ну, всего четыре. Вот Тоси удав императорский, Персик тоже императорский удав, только другого локалитета. Он Хоп, более светлый гипомелонист. Это у нас непонятного происхождения, ну, скорее всего, какой-то норма. Может быть, Колумбия помесь с кем-то еще, а может, с Коста-Рикой. Что еще есть у меня? Цыгровый питон Цыплена. Цыплена очень частый гость на наших фотографиях, потому что мы еще занимаемся фотосессиями со змеями. И Сарделька. Это у нас королевский питон. Она отлично смотрится в роли кокошника на голову, когда ты одеваешь прямо. Шикарно. Тосе нужно прямо вот свыкнуться с тем, что ее держит какая-то женщина. Потому что ее держали нечасто. Сейчас мы с ней только будем налаживать связь. Так, сейчас покажем вам еще одного питомца. Дашу. Да, если отдерем его Дашу в ноги. Это петелька. У петельки, на самом деле, довольно редкий локалитет. Это императорский рудак, локалитет, это Вера Круз, это Мексика. Они отличаются таким серым, буроватым оттенком и розовым брюшком. Вот такая вот у нас брюнеточка с розовым брюхом. Петельки в районе трех лет. В принципе, уже можно ее будет пробовать спаривать первый раз. Ни разу она еще не спаривалась. Мне кажется, детки прикольные, розоватенькие получатся, если с хогом. Прям брюшки будут розовые, это 100%. Но что по цвету получится, не знаю. Петелька у нас, да, упитанная, жирненькая. Но будет она небольшая, потому что локалитет Карликова и, в принципе, не более полутора метров они. А мне сейчас сколько? В ней, мне кажется, метр 60 может есть. У нее как страйп на хвосте в конце. Да, страйп небольшой есть. Хвосточек. Маленький страйпчик. Вообще у нее довольно ровный геометрический окрас. Бывает, седла не очень ровные. У нее такое прям все, как будто я нарисовать. Петелька получилась своими, потому что она так спетеливает руки, и не только руки. Вот больше, чем другие удало. Прям как-то вот всегда это было ощутимо, даже когда она еще маленькая была. Поэтому вот прям, если долго ее вот так вот поддержать, ты ощущаешь, что прямо у тебя кровь отливает от рук. На самом деле все это может быть звучит страшно, но это же все контролируется, как одержишь семью. Так что даже на фотосессиях все это легко управляемо и прекрасно все. В общем, даже с детьми фоткаются и прочее. Ну, вот такие наручники Петелька может легко сделать, потом сложно усугодиться. А сколько она у тебя уже? Вот прям купила малявочкой. Ну, вот примерно около трех лет и живет. Петелька, мне кажется, тебе пора домой. Вообще вот у нее мания величия. Другие змеи как-то берешь, вот цыпленую берешь, она такая, я так рада, хоть какое-то разнообразие в моей жизни. А тут такое, ну ладно, опять тискать. Хорошо. А ее можно подержать? Ничего, нормально? Конечно же, да. Она адекватная. Давай тебе поснимаем. Это уже змея-змея. Знаешь, я хорошо поживаю. Они, кстати, уже такие. Пояса нормальные у нас тоже. Можно на ней нарисовать, ну как на рулетке, а гендали измерять. Да, как вариант. Или поседлом считать. В принципе, это идея не новая из мультика, где я измеряю лёгкость. Ну да, мы поэтому как бы все предсказываем. Толстенький. Зайцы там тоже красивые. Порчит, если кто у нас. Натуральный пояс из натуральной кожи. Не надо никого убивать. Ну и последний питомец, который у нас сегодня Даша познакомит, это вот такой вот королевский питончик. Сарделька ее зовут. Это нормал, да? Да, это нормал. Ну, уже взрослая такая самка. Кстати, еще раз говорим то, что королевский питон одна из самых популярных змей для начинающих трермистов. У нее очень хороший характер, размеры. Она довольно симпатичная. Много морф, да, размеры у нее достаточно подходящие. Средние. Вот шарик, да. Разверня. Сейчас покажем. Примерно. Это уже взрослая змейка. Размер хочешь. Вот такая она вырастает. Это сложно сделать. Нет, сейчас спутается. Вот такая она вырастает небольшая. Не очень большая, да. Толстенькая. Хороший размерчик, да. Ну, самка она должна быть толстенькая. Ну да, самцы будут более такие изящные виды. Ну, опять же, как кормить? Раз кормить до слона, может кого угодно. Ну да. Эти шокирующие кадры удушения змеи. Это на самом деле фотосессия. Самые милые кадры того, как змея душится и добыча. Сейчас проведем небольшую фотосессию. Со змейкой, сарделькой, да. Королевским питоном. Они у нас в роли фотомодели. И попутно Даша расскажет про свою студию, чем занимаются они здесь поподробнее. Даша, уже можно рассказывать? Конечно. Наша студия, прекрасная студия. У нас тут весело. У нас тут приходят прекрасные люди и фоткаются со змеями. И у всех хорошее настроение. А все почему? Потому что люди приходят все по разным причинам. Кто-то просто вот скучно жить. Хочет человек новых впечатлений каких-то от жизни. И думает, что бы еще сотворить. Уже в ногти пошла, нарастила, татуаж делала, а не помогло. Что же еще делать? Змеи фотосессии со змеями приходят люди к этому. И на самом деле действительно помогают. Потому что новые впечатления, приятное времяпрепровождение, змейки добрые. Зачастую люди вообще были не очень хорошего мнения о змеях. Ну как, они просто о них не задумывались. Ну вот животные-животные там знали примерно, что это такое все. Но когда пообщаешься поближе, понимаешь, что они довольно милые. Знаю людей, которые приходили просто как на фотосессию за чем-то новым. Но в итоге захотели завести себе змею. И теперь прям вот ждут, когда кто-нибудь у нас родится новая змеяка. Так что рекомендую. Скоро Новый год, товарищи. И как бы я ни на что не намекаю. Но фотосессия со змеями может быть прекрасным подарком даже вашему другу. А находимся мы на правах рекламы. Вообще не на правах рекламы. Мы находимся в торговом центре Олимпийский на четвертом этаже. Студия называется Фобия. Поэтому милости просим. Можно смотреть, как Сергей выполняет свою непосредственную работу. Как я треплю языком. Это тоже моя непосредственная работа, когда Сергей в кадропилов. Все координаты мы оставим, конечно, под видео. Так, сейчас поменяем змейку. Сардельку на петельку. Даша, тебе кто больше нравится? Удавы или питоны? Ну, вообще ингредиаторские удавы, они по характеру довольно интересные и рыбопытные. И в этом же плане мне нравится тигровый питон. Цыпленый тоже. Это вообще самая любопытная, даже нагловатое, противобранная змея. Ну, за ними наблюдается. Интереснее просто и лучше виден характер. Вот. Ну, сарделька, в принципе, тоже миленькая. Но просто... Просто они более апатичные, скажем так. Больше прячутся. Вот. Сардельку у нас хоть кушать ничего нормально. Вообще для королевских питонов петерсойсты надо отказываться от еды. И где-то вот месяцы... Ну, раз в 4 месяца вообще она ела в последнее время. Ну, сейчас мы с ней поговорили. Мне говорят, сарделька, смотри, ты взрослая женщина, ты весишь 1,6 кг, ну, можно было и побольше как-то. Вот. И есть теперь вот, все нормально у нас, не уладимая проблема, раз в 2 недели кушаем. А скажи, с какой змейкой больше устраивает фотосессии? Какая нравится? Или как? Или вы вообще, в принципе, со всеми сразу предлагаете? Да, можно и так, да, потому что, ну, людям интересно. Для начала нужно плавненько все начинать, потому что если сразу человек пришел, он когда-то не трогал. Наверное. Она смешная. Вот. И она входит в контакт с людьми, как правило, первой. Потом уже идут вот разные другие мутанты, типа, петельки, сардельки и прочее. И в принципе, со всеми всем нравится. Ну, цыплены больше покоряют сердца, я заметила. Вот. Может, не познакомься в следующий раз? Конечно же. Она просто настолько покорилась сердца, что она и мое покорила. Я без нее не могу жить, за нами я дома живет. А ты ее привозишь специально под фотосессию? Ну, если кому-то она капец нужна, то да, привожу. Так, сейчас надо ее... Наталья, ну, вот, так. Петелька. Блин, ты где там? Она запетелилась. Ну, что ж, на сегодня мы, пожалуй, закончим это видео. И неспроста мы пришли все-таки именно в эту студию, именно вот к Даше в гости. Она является заводчицей родителей наших змеек. И их мы именно покажем в следующем видео. Да, не показали их в этом видео. Почему? Да, все просто. Потому что змейки сейчас как раз-таки спариваются после зимовки. Возможно, все получится и будут скоро детеныши. Да, братики и сестрички. Да, похожие на наших змейки. Если кому-то нравятся наши змейки, а крас именно, многим нравится, я знаю. Спрашиваете вы, где можно купить, если вдруг все получится, мы обязательно снимем видео, сообщим вам, и можете обращаться к нам, а мы тогда как-то, наверное, контакты передадим Даше. Да. Если кто-то думает о приобретении удавов. Вот так. Классная студия у Даши, мне лично очень понравилась. То есть, они здесь занимаются любимым делом, фотографии со змеями, интересный интерьер, обстановка, также татуировки делают профессиональные. И если вдруг вы захотите сделать татуировку или пофотографироваться, то если придете в салон к Даре и скажете, что вы от нас, Даша сделает вам скидку 50% на услуги фотографа Сергея, который сегодня проводил нашу фотосессию. Но единственный нюанс, это фотосессия не будет касаться змей, змейной тематики, скажем так. На этом все, будем заканчивать наше видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому видео нравится, делитесь с друзьями, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И всем пока. Всем пока. И прекрати махать руками у меня перед носом. Субтитры сделал DimaTorzok